так здорово ребят с вами император прайм мужики не мог не пройти короче темы в армате в разработке активности для альянсов честно короче я как каждый раз когда считаю что нибудь такое интересное да то охреневает и в данный момент принципе тоже хотел бы хотелось бы принципе понять мнение нот у меня свое понятное мнение у вас свое давайте слегка разрулим такую ситуацию и так а чего мы принципе ждали вот на каких-нибудь в альянсовых боев да вот примеру взять в картошке в картошке есть глобальная карта чуваки воюют получают за это голду там и всякие плюшки да все прикольно вот даже командные бои есть тоже тоже таки про прикольный режим потренироваться и все остальное что принципе вот что мы имеем здесь на данный момент почти нихрена мы короче не имеем но знаете что есть вот что тут в принципе написано типа несколько месяцев назад мы сообщили вам о планах ввести особые режимы сражений другие активности для альянсов а сегодня подробно расскажем что ждет вас во второй части кавказского конфликта то есть короче вторая часть кавказского конфликта блин активность для альянсов ну чтобы альянсы да что то там короче как то делали и опять контракты какие то вот это контракты я не помню мне кажется это типа фишка короче такая типа все теперь все в игре будет связано с контрактами блин честно я не понимаю вот пример для выполнения заданий накопления ресурсов я должен заработать опыт например потребуется заработать 120 тысяч опыта в сумме 90 очков опыта для занесения урона вот кроме того игроки могут воспользоваться своей репутацией ну типа за свободку и там переводите да ну все понятно типа одно из самых сложных что будет тут примеру смотрите тема задание на выполнение особо сложных задач иного характера то есть здесь взвод альянса на машинах 9 10 уровня должны будут справиться с испытанием требующие определенного мастерства одним из таких испытаний ставят прохождение спецоперации на героическом режиме сложности то есть что тут надо например потребуется уничтожить 10 машин противника за одно по сражении не потерять ни одного своего бойца это задание сложнее ну и награда за них ценнее вопрос какая награда то есть короче вы как-то типа поощряете награду в смысле да кому нахрен надо сейчас такая прям награда это первое во вторых какой режим стандартный бой там или еще что-то столкновение какие-то контракты алё нужны тренировки для альянсов то есть нужны бои вам что не доходит короче то есть реально просто нужны бои когда с одной стороны брена один альянс с другой стороны другой альянс и они просто вечером встречаются и у них мочилова рубилова происходит они короче хреначатся против топ против топов короче пример или против раков или раки против ну короче все вот это чтобы даже слабые короче игроки попадая против топов могли руку набивать себе короче потому что опыт против самых сильных потом ты уже выезжаешь против средних у тебя рука набита хорошо на всяких вот таких вот тренировках то есть короче это способствует к чему способствует киберспорту в дальнейшем что блин скилу повышению опыт называйте как хотите это и все вот это вот способствует развитию развитию игрока чтобы он не был днищем вот и по 10 человек в бою с нулем не сливалось как я захожу и до сих пор короче присутствует эта фигня я до сих пор говорю что не могут это люди такое делать это какой-то бред я не верю что блин как можно вот просто 10 человек там 2 200 дамага короче 150 что это вот что это за дамаг как как вы так умудряетесь это делать я не понимаю поэтому я вот честно не понимаю вот эти контракты какая-то повышенная это это ник не про танки это мморпг вот реально просто мморпг какие-то квесты короче пойти там были на со шваброй короче отломать каток короче какого-нибудь альянсу там ну или вставить тому выхлопнули короче банан вот ну вот такая вот короче херня блин осталось добавить магии короче чтобы блин этот вылазил из танка механик водитель или командир короче такой вылазит люк открывает игры там в ингаре лавейонса экспекту патронос херак короче блять там и магия там шары летят такие в танк и он там хоп парализуется там танк я сейчас такого на придумаю что там охренеть можно будет будет охрененная ммошка ну реально это же танки какие зачем эти квесты для альянсов типа вот эти бонусы там получать деньги там опыт то он и так можно его получить зайдя в столкновение берешь бусты включаешь и все хреначешь получаешь ящики опыт деньги все что угодно набил 25 кс дамага и все радуйся короче уже нормально все будешь чухой зачем то есть это тупо просто заставляние просто чтобы люди играли вот да вот дрочи ногу об дорогу вот сто двадцать тысяч очков надо набить ну да немало до 120 тысяч каждый день как-то буду потом еще другая миссия потом еще что-то нами тому подобное героический режим спецоперации что это прошу пришло время рассказать побольше геройском режиме для спецоперации те кто играл в world of warcraft и подобное ммор погибли на туре я же говорю что ты ммошка вот смотрите прикиньте дохрени знакомы с понятием героического подземелья они представляют собой сложный вариант обычных подземелья блять что это такое это это блять что я читаю его бабе вот блять сука я только проснулся недавно площадь рад но я даже блять час проснусь это что блять это что сейчас же говорю чтоб короче армату делают эти варкрафтовцы блин там не знаем и мощники вот она вот она мморпг блять о чем я и говорю это просто пиздец нужно уберите короче чуваков эти которые там это делают эту игру у них короче до сих пор в голове сидит наверно там этот варкрафт пизда армату делают варкрафте его поймать и что тут и что тут и что тут и что-то такой режим станет доступен для спецоперации конкастские конфликты по 2 часть он будет открыт машину 9 10 уровня безумец кручим тупо пв е какие-то миссии какая-то бред где бои вот для альянса короче шел разговор представляете шел разговор о том что что там что-то будет классные бои и все остальное и где оказывается тут вообще санта барбара блять то есть надо просто режим пв е пв е просто или не пв е 1 где сейчас играет пв ешники и а вот это вот назвать пв е 2 вот эти контракты вот это вот миссии какие-то ну вы сами видите что это капец это не то что игроки хотят алё вы чё серьезно там прикалываетесь я блять вот прочитал про варкрафт короче подобное мморпг я понял что там точно чувак сидит короче и этот ммошник рпгшник и он короче вот эти вот всякие миссии квесты у него он переиграл в эту херню короче и у него до сих пор там в этот венгаре лавьонса патронос блять там охренеть вот эта хрень в голове сидит и жесть что тут проходили герридические спецоперации особые расходники улучшения специальные масло уменьшает время разгона повышать скорость провода корпуса специальный энергетик добавляет та-та-та бля в натуре всякое всякое короче это скоро ульта тут будет реально просто короче нажимаешь и блин у тебя короче танк трансформируется такая ульта типа плюс 7 там энергетик короче масло вся херня там этим был гусеницы короче в ширину раздвигаются там две три три дула короче появляются супер ульта типа блять это не танки чуваки кто там делает ребят это не танки это параша блять вообще ни о чем награды что тут за награды что тут конечно же награда за прохождение героических спецопераций будет лучше обычной я даже не хочу это читать что за награды а спец модули да у каждого танка в улучшениях есть четыре спец модуля один будет доступен сразу остальные можно открыть с помощью специальных чертежей для чертежи боже мой а потом вы говорите как играть более ну знаете что прикольно что игра то нормально но были но вот геймплей да ну там ну блять просто не хватает чувака знаете как будто на 5 элемент снимал там не знаю кто не снести вон спилберг короче а снимал блять и дед мозаи 40 зайцем короче ну вот вот такая херня то есть короче в данный момент должно получиться так чтобы блин реально пришел какой-то мозговитый чувак типа стивана спилберга и ну то есть именно по танковой теме и влез туда и убрать вот тех вот короче с работы вообще выгнать чтобы вот это такого не было ну это моё чистое мнение тем более это чисто я говорю что по геймплее ну я не знаю как ваше мнение я просто хотел бы узнать поэтому это видео снимаю чтобы просто узнать ваше мнение никого там ничего такого плохого не оскорбить там или еще что-то там в плане ну блин если что касается игры ну я бы повыгонял нахрен честно у каждого танка есть четыре спец модуля это просто капец спец модуль имеет свои плюсы и минусы модуль брони дает бонус к прочности толщины накладывают штраф на подвижность незаметность боже короче бля это жесть пацаны это жесть что что для альянс как альянсы буду дальше воевать бои нужны нужны какие-то встречки стрелки назвите назвите блин этот она блин назовите короче блять как его какие-нибудь бои думаю в голове как придумать полу типа танкострелка короче или что-то вроде этого да танкострелка все танкострелка новый режим танкострелка но эти какие-то контракты повешенные миссии и плюс вот это что я прочитал в подобное маму я понял что там чувак точно но так это не то это вообще не то не туда даже в этом короче не играя сейчас проект армата я ждал 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 что будут улучшения короче опять же блин вот вчера блин я установил какая-то хрень была короче там этот дополнение технические работы скачал 500 метров лесов потом короче не прикиньте я запускаю и у меня короче монитор просто так вот все все моргает все за все зависла короче я думаю блин короче надо этот на цифровик короче сразу достал цифровик думаю бля сейчас короче буду типа снимать типа типа сейчас короче буду снимать там сидела сразу так хоп 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 все вот эти моменты и в конечном результате потом подумал то нафига ну ладно короче эти баги глюки короче то есть каждым никак не до конца не могут короче доделать ну по крайней мере исправляют исправляет исправляет ну и также опять же хочу сказать о слове оптимизация оптимизации вообще нету ни слова нигде то есть опять вот это что будет вот это для альянсов понятно хрень в дальнейшем я думаю может еще что-то приду пока на данный момент то что я вижу может что то я не знаю или что-то не слышал то конечно же вправьте меня и можете написать в чатике может там и будут какие-то такие мочилово рубилово может это я просто не в курсахе ну я пока в данный момент просто анализирую то что есть сейчас вот и то что вот в данный момент читаю ребят ничего не больше 10 07 2018 сегодня 11 то есть я на следующий день днем снял это поправьте если что не так ну и жду ваши комментарии ваше мнение что там вообще ну а на этом все с вами был император правил всем пока всем удачи надеемся и ждем надейся и жди вся жизнь впереди армату не просри